Проверял, как настоящий ученый, на себе и на кроликах. То есть это опыт плюс знание психологии. Я сейчас учусь в институте Джона Готмана. До этого я изучал других практиков. На практиках мне интересны люди, которые подходят ко всему научно. Тот же самый Джон Готман, он наблюдал за парами в течение 15 лет. 700 пар он наблюдал в разных ситуациях. И вывел 7 принципов счастливых отношений. Вот мы до них дойдем. Но сначала, прежде чем дойти до счастливых отношений, нужно понять, почему есть несчастные. Или нет. Или все равно. Парням все равно. Они женатые, сидят, пришли поржать. Ну вот это точно. Да, да. Зачем тебе это, Дима? Просто интересно. Чай. А, чай. Все, все точно. Я же забыл. Забыл. Один гость долгое время не пил чай. Я его спросил, почему. Потом уже, когда получше познакомились. Он говорит, а я смотрю, все, кто пьет чай, сидят и смеются. Я подумал, что что-то в этом чай не то. Но ты уже пьешь. Все хорошо. Оставайся с нами. Итак, ну это кратко. Если будут вопросы какие-то, можете прямо в процессе задавать, если прямо такой уж горящий. Если терпит, можно записать и потом мы их обсудим. Я постараюсь коротко рассказать теорию. Там же будут задания. Попробуем их выполнить. Хорошо? Хоть кто-нибудь скажите, что хорошо. Спасибо, Дим. Я понял, зачем ты здесь. Отвечать. Отвечать на поставленный вопрос. Так. Итак. Начнем с того, что мужчины и женщины разные. Это такой лейтмотив первой части. Не только сегодня. Я буду постоянно об этом говорить. Ну, например. Мне нечего надеть. Когда женщина говорит, что мне нечего надеть, что это значит? Не хватает внимания. Не хватает внимания. Нет, проще. Если проще. Вот так. Да. У женщины обычно она говорит. У меня нет ничего нового. Мне нечего надеть. Когда мужчина говорит, что мне нечего надеть, что он имеет в виду? Ну, что носки порвались. Носки порвались. У меня нет ничего чистого. Фраза одна. Да? Мне нечего надеть. Но понимают ее все по-разному. Поэтому, когда женщина говорит, мне нечего надеть, что делает мужчина? Подходит, открывает один шкаф. Ну, если повезло, с мужем второй, третий. Нет. Как? Как тебе нечего надеть? Вот. А когда мужчина говорит, мне нечего надеть. Жена, правда, думает, да, правда, 8 лет в одной куртке ходит, уже надо бы сменить гардероб. Вот. Ну, если начали про наряды, то женщина наряжается везде. В любой ситуации. Да. Чтобы сходить в магазин, выкинуть мусор, даже ответить на e-mail, почитать книгу, позвонить по телефону. Зачем по телефону? Непонятно. Ну, вот так. Мужчина наряжается в двух случаях. Да? На свадьбу и похорон. Я же тебе говорю, костюм пригодится. Да. У меня тоже был костюм. Нет. Мне когда... Жена спрашивает, у тебя есть костюм на свадьбу? Я говорю, ну, да, я диплом, когда защищал, купил. Да. Ну, все, все. Она говорит, ну, прошло пять лет, какая разница? На радио. Вот. То есть, вот такое наше отношение. И это нормально. Ага. Ошибки, да. Мужчина, ну, он должен забывать свои ошибки, потому что не надо двум людям, нет смысла помнить об одном и том же. Потому что жена помнит все. Вот. Женщина помнит все. Любые мелочи, все. И почему? На это есть причина. Причем причина физиологическая. Мы до этого дойдем. Если я забуду об этом сказать, напомните мне, почему женщина помнит все. Но женщина помнит все. Мужчина помнит какие-то фрагменты. Фрагменты. Вот. Особенно, когда машина сломалась, да, это он помнит. А когда день рождения у жены, он может и пропустить. Вот. Когда мужчина смотрит в зеркало, он думает, ну, расправляет плечи, надувает груди такой. И таким остается в своей памяти, понимаете? Он таким остается в своей памяти. Женщины, если они смотрят в зеркало, какие бы они не были, как бы их не считали, какими прекрасными и считали окружающие, они всегда думают, что, ну, либо с зеркалом что-то не то, либо со мной. Ну, в общем, ну, большинство. Да, кстати, забыл сказать. Мы все разные. Я говорю об общих чертах, которых у вас могут не быть. Один психолог, который изучал материалы, он говорит, я, говорит, когда начал погружаться в тему, я, говорит, слушаю. И такой, о, боже, я веду себя как женщина. Надо с мужчиной. А моя жена как мужчина. Ну, значит, все нормально, все в гармонии, все в равновесии. То есть, я говорю об общих каких-то моментах, которые есть. У всех не факт, что если вы себя не узнаете в этом, со мной что-то не то. Не надо так думать. То есть, вы все уникальны, но какие-то общие моменты, они совпадают. Вот. У женщин, если обветрились губы, то сюда идет вход скраб, питательная маска, бальзам, увлажняющий блеск. Мужчина отодрал кожу, съел. Все, вот решение проблемы по-мужски. И, ну, это вот на таком уровне мы различаемся. Но когда мы начинаем совместную жизнь, когда мы сближаемся вместе, то мы, соответственно, ожидаем, что мы ожидаем. Или мы ничего не ожидаем? За нас говорят гормоны, да? Все останется так же, как было. Все останется так же, как было. А лучше, если будет еще лучше. Да? Мы же строим отношения, чтобы было хорошо. Чтобы мы стали счастливыми. Мы же ради счастья это делаем. Вот. Ну, что происходит? Каждый человек, он как маленькая вселенная. То есть, у нас в нашем теле есть вся таблица Менделеева. В нашем теле есть разные, не знаю, планеты золотые, алмазные, есть Солнце, есть черные дыры. Все есть. То есть, мы отражение этого мира, микрокосмоса. И каждый человек, он как такая вселенная, неисследованная. Поэтому, когда две вселенные начинают соединяться, что происходит? Ну, пара десятков планет разлетится, да? Как минимум. Чье-то Солнце осветит чьи-то черные дыры, да? И человек начинает с ужасом вспоминать, что он творил, или там выплывают его все плохие качества. И меняются законы. В одной вселенной могут быть одни законы гравитации, в другой другие. Но когда они соединяются вместе, чтобы им остаться вместе, законы должны как-то или компенсировать друг друга, или подстроиться друг под друга. Вот это если соединять вселенные. Люди, когда встречаются и начинают строить отношения, вот там происходит ровно то же самое. И почему курс вообще называется «Физика брака»? Потому что есть законы физики, которые работают вне зависимости от того, верим мы в них или нет. Я могу сказать, я не верю в закон всемирного тяготения, Ньютон ошибался. И пойти вместо двери в окно. Скорее всего, закончится все плохо для меня. Я предполагаю. 99% процентов. Я проверять не буду. Я верю в законы физики. Особенно в этот. Но если мы не верим, они все равно работают. В законах отношений есть то же самое. Есть законы отношений. Такие же, как законы физики. Мы их будем рассматривать. И мы увидим, как их нарушение или соблюдение ведет либо к разрушению, либо к счастью. Поэтому курс называется «Физика брака». Тут собраны моменты, полученные научным путем, опытным путем. Какие-то опыты я, как это, знаете, в фильмах пишут. Не пытайтесь повторить в домашних условиях. Не в фильмах, а в роликах на Ютубе. Я тоже буду вам советовать не повторять, поверить на слово. Но что-то вы можете проверить. Если это принесет вам пользу, счастье, радость, замечательно. Или убережет вас от ошибок. Я буду считать, что моя цель выполнена. Итак, у большинства людей представление о мужчинах и женщинах, как о мужчинах, как о существах логических, интеллектуальных. Большинство ученых, новинских лауреатов, это мужчины. Женщины начинают говорить, что это потому, что нам не давали учиться и так далее. Мы сейчас не будем об этом спорить. Общее представление о мужчинах и женщинах таково. Мужчины – это логика, а женщины – это эмоции и так далее. Но с точки зрения физиологии это неправильно. Потому что у женщин тоже есть логика. И она на порядок выше, чем мужская. Плохая новость у парня. Их компьютер лучше, чем наш. Это как Pentium и MacBook. Примерно такая разница. Почему? Считается, что левая часть мозга отвечает за логику, правая – за эмоции у человека. И если бы была верна вот эта теория, что мужчины все логичные, интеллектуальные, а женщины только эмоции, то мозг был бы одинаков. Но мозг у мужчин и женщин разный. В чем разница? Между двумя половинками мозга есть мозолистое тело, которое соединяет эти половинки. И чем оно больше, тем быстрее сигнал проходит. То есть это уже электричество пошло. У женщин вот это мозолистое тело на 40% больше, чем у мужчин. То есть женщинам не надо переключаться на логику. Она у них есть. У них одновременно есть логика и эмоции. Круто, да? Нет? Нет. Нет. Ни за что. Именно поэтому мозг к женщине не отдыхает. Это минус. Это практически. Даже во сне. У мужчины, когда спит, у него 7%. Только чтоб не умер. Чтоб продолжил дышать просто. Все. И сердце биться. Все. А у женщины все время вот так вот. Вот так вот все время мысли, мысли, чувства, мысли, чувства. Я с уважением, но без зависти об этом говорю. Потому что я бы так не смог. Но я помню обучение в школе и помню работу с менеджерами, когда 30 человек в одном помещении сидят и все разговаривают с заказчиками. Но что дает женщине вот эта связка? Большую разносторонность. Вот если 5 женщин сидят за столом, сколько разговоров они могут вести одновременно? 5. Как минимум. Как минимум 5. И причем все понимать, все успевать. У мужчин это можно представить? Нет. Нет. То есть мы занимаемся одной темой в одно время. Не путай. Смешивать нельзя. Любая женщина заткнет за пояс Юлия Цезаря. Юлия Цезарь, знаете, такой был, который, говорят, что делал несколько дел одновременно. Женщина может делать несколько дел одновременно эффективно. То есть укачивать ребенка, чистить зубы, чистить раковину и при этом готовить суп. И все это не напрягаясь. Мужчины так не умеют. Почему? Потому что мы можем сосредотачиваться только в одном полушарии. Интеллект. Или эмоции. И нам нужно время, чтобы переключиться. Поэтому, когда жена подходит и говорит, дорогой, ты меня любишь? У нее нет этой перемычки. У нее все целое. То есть она одновременно и в логике, и там. А я сижу и думаю, как спасти мир. Ну, там, как закончить Третью мировую войну. Ну, прочие такие вещи, которые мужчины решают каждый день. Вот такие серьезные. И она когда спрашивает, ты меня любишь? Мне надо переключиться в эту часть мозга, где эмоции. Я переключаюсь и говорю, да, конечно. А женщины очень четко это чувствуют. В этой паузе, микропаузе вообще. А, ты задумался? Это не искренне. Ты меня не любишь. Ну, как? Понимаете, да? И вот проблема. Я просто так устроен. Вот я такой, да. А я такая. И это один из главных. Это начало многих ссор. Мы думаем, что наш партнер это такой же, как я. Ну, только в юбке или только в штанах. Понимаете? То есть мы уверены, что этот человек. Ну, женщина уверена, что мужчина должен почувствовать, что она думает. Да? Что она чувствует. Удачи. Мужчины не понимают намеков. Как намекнуть мужчине подойти и сказать. И еще раз сказать. И третий раз закричать, тогда он поймет. Вот. Где-то через, хотел сказать, 30 лет супружеской жизни, но подумал, что слишком погорячился. Когда-нибудь ваш супруг научится вас чувствовать. Я, ну, может быть. Я не даю 100% гарантии, потому что я не уверен сам. Но в начале отношений это невозможно. Вы требуете невозможного. То же самое мужчины. Мужчины уверены, что все, что говорит женщина, это вот так оно и есть. Ну, то есть, если она назвала тебя дураком, то ты сидишь и думаешь, как она могла, как она могла так сказать. Мы так любим друг друга. Поймите, она не мела это в виду. Вот. Это сложно мне самому, как мужчине, сложно объяснить. Ну, просто поверьте мне, что это не то, что она мела в виду. Не задумывайтесь об этом. Но проблема в том, что мы думаем, что другой человек будет реагировать так же, как мы. Что он чувствует так же, как мы. Думает так же, как мы. И мы общаемся с ним как с собой. Ну, это то же самое, что говорит зеркалом. Ну, вроде прикольно, да. Но эффект не очень радостный. И поэтому, если мы так относимся к своему супругу или супруге, то неизбежно возникает что? Конфликт. Мы думаем, как можно это не понимать? Как или как это можно не чувствовать? И мы начинаем злиться на своего супруга. И что происходит здесь? Мы ругаемся. Кстати, на курсе будет приемы гармоничного ругательства. Как поругаться так, чтобы ваши отношения стали лучше. Представляете? Можно так ругаться. Нет ни одной пары без конфликтов. То есть, если вы видите какую-то пару, которая там взывает друг с другом пылинки и нежно друг за другом ухаживает, то повесьте им GoPro камеру на каждого. И посмотрите 24 часа на них, ну хотя бы год. Если они и тогда не поругаются ни разу, ну тогда можно поверить. У всех есть конфликты. Ну вот пары, которые любят друг друга, и вам кажется, как у них все хорошо, они прошли через трудности. И часто все из них проходят. Просто они научились их правильно преодолевать. Сколько человечеству лет, знаете? Ну сколько лет назад появилось человечество? Господи, ты откуда? Три с половиной миллиона лет, антропологи говорят. Три с половиной миллиона лет назад. Ну я, простите, я заканчивал аэрокосмический факультет. Я верю не тому, что написано в священных текстах, да? Я понимаю, шесть тысяч лет это из Библии. А тому, что говорит наука. Может, я не прав. Может, наука все сговорились и всех обманывают. Ну не суть. В общем, очень давно. Человечество появилось очень давно. Сколько счастливых гармоничных семей вы знаете в истории? Ну перечислите. Кто из известных. Кто не разбил ни одной тарелки. Об голову. А мы этого и не узнаем. Правильно? Потому что таких не было. У всех были конфликты. И начинать отношения и думать. У меня-то будет все по-другому. У меня все будет хорошо. По меньшей мере наивно. Генетика определяет нас на 40%. Наше поведение, нашу психологию. Хорошая новость, что на 40%. Ну что есть 60%, чтобы что-то поменять. Да, что мы не обречены такие. Ну мой дед бил жену, отец бил жену. Ну и я тогда. Что ж мне? Я не могу сдержаться, извини, дорогая. Генетика. Не, не так. 40% только на нас влияет, остальное мы можем поменять. Так вот, споры будут всегда. Главное научиться из них выходить. Правильно. Чтобы был победитель-победитель. Для этого нужно понять, что происходит в момент спора. Обычная реакция мужчины на стресс. Вот такая. То есть, нет. Я говорю, общее. Общее. Да, есть мужчины, которые плачут в ответ на стресс. Это тоже имеет место быть. Но в основном, что делают мужчины? Злятся. Да, такие. Бить или бежать. Да, или вот такое. Ты кто такой, да? Любимый российский вопрос. Да, кто такой вообще? Да, чуть-чуть у меня. Обычная реакция женщины на стресс. Да, она тоже может злиться. Но у нее больше идет на эмоции. Да, такие больше не агрессивные. Есть разные женщины, я не спорю. Но в основном ее реакция не агрессивная. Мужская агрессивная. Что происходит физически? Физически у нас происходит одинаково. И у мужчины, и у женщины. Сердце начинает биться сильнее. В полтора, иногда в два раза сильнее. Происходит выброс адреналина. Да, у нас включаются самые, вообще, самые первые примитивные инстинкты и поднимается давление. То есть иногда глаза наливаются кровью. Это не эйфемизм, не образное выражение. Это реально. Что еще происходит? Во время спора наше тело ориентируется на очень примитивную сигнальную систему. И мы ее унаследовали от наших доисторических предков. Мы можем говорить, мы живем в век прогресса и технологий. Сейчас уже летают в космос туристы. Недавно Брэнсон, по-моему, отвез первый раз экипаж. Совсем не космонавтов, облетел Землю. Ну, читали, не знаю. То есть мы осваиваем космос. У нас в смартфоне больше памяти, чем в первом волноходе. Мы, правда, используем эту память для чего? Чтобы запускать птичек в свиней, да? И какая сейчас популярная игра, не знаю. То есть прогресс есть. У нас есть куча разных наук. Мы изучаем и так далее. У нас есть цивилизация. То, что мы называем цивилизацией и культурой. Но с точки зрения истории мы очень недалеко ушли от наших предков. Да, гоминидов. И вот эти все реакции, сердцебиение, патоотделение. А это реакция нашего тела на опасную ситуацию. Таких ситуаций уже давно нет. Но человеческое тело, оно не усовершенствовало свою реакцию на страх. Может быть, это будет в будущем. И мы будем спокойны, как тысяча индейцев. Что бы ни происходило. Видели фильм, где запретили эмоции? Элизиум. Эквилибриум. Эквилибриум, да. Может, мы такие и будем. Ну, что бы ни произошло. Все хорошо. Правда, они там на таблетках сидели. Это, конечно, минус. А мы будем естественные такие. На наше тело. Но сейчас тело реагирует одинаково. То есть либо мы видим тигра. Наше тело. Тут бороться не надо, надо бежать. Но в этом случае тоже надо бежать, я думаю. Тут не надо тоже бороться. Наше тело реагирует одинаково. Что происходит на эмоциональном уровне? Из-за адреналина мы не можем обрабатывать информацию. Не всегда оба супруга выходят из себя. Есть кто-то больше взвинчен. Кто-то там накипело, он высказывает. И он или она высказывает. Другой пытается как-то сгладить ситуацию. Пошутить. Успокоить. Такое же есть. Это если оба на взводе, то там уже туши свет. Но даже в таком случае человек не воспринимает, что ему говорят. Никак творчески решить проблему невозможно. Ну творчески это там подойти, обнять, показать язык. Я не знаю, там облить водой. А нет, это не творчески. Нет, хотя тоже можно. Не пробуйте. Это не пробуйте. Запишите. Это не пробуйте. Это опасно. Женщинам можно. Просто убрала в челюсть. Поэтому парни не пробуйте. Женщинам можно. Не надо. Творческое решение проблемы невозможно. Остаются только рефлекторные. То, что на уровне тела остались, это бороться. То есть что начинает делать человек. Он критикует в ответ. Он пытается оправдаться. Ну он или она. Относится неуважительно. То есть это оборона. Такая активная оборона. Когда это не срабатывает. Ну это же не гасит конфликт. Если мы обрезаемся или пытаемся обвинять в ответ. То возводится стена. То есть молчание и вообще никакого взаимодействия. Это и срабатывает инстинкт самосохранения. Пересидеть в домике, пока там тигры где-то бродят. Завалил камнем пещеру и сидишь. Когда там оно все пройдет. Но такой ситуации уже нет. А вот это поведение осталось. И тогда проблему решить невозможно. Откуда это все в нас? Очень все просто. Причины в нашем прошлом. Когда наши предки были древними людьми. То самки растили потомство. Самцы добывали пропитание. И обеспечивали безопасность. Стресса тогда было хоть отбавляем. Если вы сейчас живете в коммунальной квартире. У вас примерно такой уже уровень стресса. То лифт сломается. То затопят. То кто-то заболеет. То кто-то пьяный в стену долгает. В общем. Или общага. Это общага или коммуналка. Но те, кто живут в более-менее спокойной ситуации. У вас немножко не так. Вам не надо на каждый этот шорох реагировать. Но кто выживал. Допустим из женщин. Женский полк. Выживали те самки. Которые быстрее успокаивались. Потому что. Ну да. Стресс у всех есть. Да. У всех есть стресс. Но им надо быстрее успокоиться. Почему? Окситоцин помогает вырабатывать больше молока. Ребенок ест более хорошо. И он выживает. Тогда все. Была борьба за еду буквально. И немножко автоп. Если потом будет интересно. Расскажу. Почему рекламы Макдональдса. И всяких вкусняшек. Такие большие. Их стараются повесить. Как можно больше. Как можно больше их напечатать. Но это извините. Отвлекся. У меня такое бывает. Я себя сам остановил. Поэтому идем дальше. Молодец. Способность успокоиться. Повышала шансы. Дети. Шансы на выживание. И. Это осталось. Это осталось. И даже сейчас. Если. Мужчина и женщина. Вести в ситуацию стресса. То. Женщина успокоится быстрее. Она быстрее. У нее выровняется. Упадет давление. Вырунится дыхание. И так далее. У мужчины это продержится дольше. И давление. И стресс. Все это продержится дольше. Почему? Потому что. Среди самцов выживали те. Кто быстрее реагировал на опасность. Да. И дольше оставался бдительным. То есть нельзя. Нельзя было расслабляться. Кто расслабился. Того там. Не знаю. Кабан задавил. Сосед. Прирезал. Еще что-то. То есть. Все время на стороже. И это требовало чего? Повышенного давления. Постоянного ресурса. Постоянной готовности бить или бежать. Это в мужчинах. Это в крови. В генах. Как угодно можете называть. Не то, что традиция такая. Или воспитали. Вот папа у меня был спецназ. Я так воспитал. Нет. Папа может быть любым. И поэтому. На время ссор. Споров. Мы ведем себя. По-разному. Когда мы испытываем стресс. Когда мы ссоримся. Спорим. То мы ведем себя. По-разному. Что пытаются делать женщины? Они даже в такой ситуации. Пытаются мыслить позитивно. И ищут выходы. Ищут как сгладить конфликт. Они ищут выход из конфликта. Как это привести к. Ну. Разрешить ситуацию. Это. Мы сейчас рассматриваем. Не конечную стадию. Когда уже там. Все выгорело. Все разрушено. И близок развод. Мы рассматриваем просто. Обычная супружеская ссора. Без битья. Окон. И посуды об голову. Вот. То есть. Понимаете. Да. В какой точке находимся. Женщина в этом случае. Если она. Даже если она обижена. Испытывает стресс. Она пытается найти выход. Позитивный выход. Мужчины что думают. Когда. Когда идет ссора. Спор. Бей или беги. Бей или беги. Никакой агрессии. Бей. Улыбайся. Мужчины. Чаще всего. Думают негативно. Да. Они придумывают способ. Либо оправдаться. Снять с себя ответственность. Да. Это не я. Да. Ну само. Да. Да. Ты сама такая. Либо отомстить. Он думает. Такой. Как. Меня унизили. Я там. Не знаю. Что-нибудь сделаю. Да. Заначку. Вторую заначку. Не выдам ей точно. Ни под какими пытками. Эту она нашла. Благодаря своей интуиции. А вот вторую. Никогда. Ни за что. Вот. Ну. Я такой. Это смешной. Смешную месть придумал. Да. Но там бывает и хуже. Понимаете. Да. Поэтому. Когда мы спорим. Когда мы ссоримся. Мы должны понимать. Что. Женщина. Она. Не это имела ввиду. Да. А мужчина тоже. Он защищается. Не потому что. Он плохой. Да. Или не потому что. Он не способен вас почувствовать. Вот. Мы сейчас рассмотрим. Несколько примеров. Что женщины говорят. И что мужчины отвечают. И попробуем их расшифровать. Чтобы вы понимали. В каком направлении. Могут идти. Мысли. Я не утверждаю. Что это стопроцентная расшифровка. А у каждого свое. Вы потом. Ну. Потом домашнее задание будет поискать свои фразы. Это то еще задание. Конечно. Забава опасная. Вот. Но если почувствуете. Что там переходят границы. Можно остановиться. Я об этом в конце скажу. Так вот. Сейчас. Ну допустим. Просто как пример. Женщины говорят. Мы никуда не ходим. Да. Ты не стесняешься. Да. Ты меня стесняешься. Ну. Это потом. Можно будет добавить сюда. Да. Мы никуда не ходим. Что отвечает мужчина. А дома уже хорошо. В общем ходить. Дома нормально. Дома хорошо. Да. Еще вариант. Неправда. Мы выбирались в гости на прошлой неделе. Мы ходили с тобой в театр. Три года назад. Что забыла что ли? Ну. Тут же мы никуда не ходим. И. Что на самом деле происходит. Когда женщины говорят. Мы никуда не ходим. Они не подразумевают. Какое-то обвинение мужчины. Или они не стараются. Сказать. Что ты там не прав. Что они думают. Это одна из расшифровок. Вы можете думать. По-другому. То есть. В этой версии. Мне очень хочется. Чтоб мы пошли куда-нибудь вместе. Отдохнули. И развлеклись. Мы умеем хорошо проводить время. И мне так чудесно с тобой. Что ты об этом думаешь. Может поведешь меня куда-нибудь пообедать. Мы ведь давно уже нигде не были. Понимаете. Если бы женщина сказала это. Вот так. Все. Мужчина. Он уже что-то не думает. То мужчина бы отреагировал по-другому. Но. Но когда он просто слышит. Мы никуда не ходим. Мужчины обычно понимают это. Это так. Да. Фатально. То есть. Говорят, что женщины мастера трагедий. Они вот умеют придумывать на ходу такие сюжеты. Которые этому Кэмерону вообще не снились с его Титаником. Кэмерон вообще пацан перед женщинами. А ну допустим. Я пошел бегать утром. А выпал снег перед этим. Потом он растаял. И лед. В общем лед везде. Мы еще тогда в Краснодаре жили. Тогда была интересная зима. Со снегом и ледом в Краснодаре. И моя жена мне говорит. Не ходи. Я говорю. Почему? Ты подскользнешься. Упадешь и сломаешь ногу. Я говорю. Так у меня телефон. Нет. Ты подскользнешься. Упадешь и сломаешь именно на ту ногу. Где у тебя в кармане телефон. И он сломается. И ты будешь лежать на берегу реки Кубани. И тебе не сможешь позвонить. И вообще замерзлишь насмерть. Я говорю. Слушай. Ну. Тебе только фильмы можно записать. Но не только женщины способны вот такие вещи развивать. Что думают мужчины. Когда слышат что ничего. Что никуда не ходим. Ты не делаешь того что должен был. Ты оказался не таким как я себе представлял. А наша жизнь неинтересна. Потому что ты винтя и зануда. В тебе не осталось ни капли романтики. То есть не только женщины могут выстраивать такие вот логические цепочки. Это зависит от интеллектуального уровня мужчины. Иногда его ответ выражается двумя-тремя матерными словами. Ну про себя. Ну как бы. И может и не про себя. Мы говорим. Да. Забыл сказать. Это эмоционально-интеллектуальный брак. Мы говорим. То есть тут подразумевается что оба партнера эмоционально-интеллектуально развиты. Ну на каком-то уровне. Ну тоже бывает. Или что-то среднее между матюками и вот этой длинной фразой. То есть мужчина. Его реакция. Когда он слышит. Мы никуда не ходим. Он прежде всего переносит на себя. И он понимает это как нападение. И что он начинает делать. Либо защищаться. Либо обвинять. Либо строить стену. Еще. Допустим. Женщины говорят. Я так устала, что ничего не могу делать. Типичный мужской ответ. На это. Давайте. Иди отдохни. Зачем делала? Ты что-то делала везде. Да что ты вообще делала везде? Что ты там. Вчера ты устала. Да. Чего ты раскисла? Не знал, что ты такая слабачка. Что чувствует женщина? Да вообще это не то, что я имела в виду. Почему такой грубый и вообще нехороший. Так вот. Что имеют в виду женщины? Когда они говорят, что они устали. У меня было много дел. Мне нужно передохнуть. Как мне повезло, что я могу рассчитывать на твою помощь. Может ты обнимешь меня и подтвердишь, что я хорошо справляюсь со своими обязанностями. Что действительно заслужило минутку отдыха. Женщины. Они думают. Они уверены, что мужчины должны это почувствовать. У мужчин нет такого органа. Душевного. Чтобы это почувствовать. Он может потом вырастает. Я не знаю. Революция. Это страшная сила. Но в этот момент, когда особенно начинается отношение, лучше бы вот так вот распространять. Переводить. Словарь такой составить и переводить. Что? Там почему? Потому что когда мужчина слышит вот это. Да? Что я так устала. Они опять это принимают. На чей счет? На свой. Потому что каждый мужчина или каждая женщина считает центром мира кого? Тебя. Тебя любимого. Все вращается вокруг меня. Я центр этой вселенной. Поэтому, что они слышат? Я делаю все, а ты ничего. Кстати, такие плакаты были в Москве. В 2005 году я приехал. По всей Москве написаны плакаты. Я не знаю, кто за них платил. В общем, были написаны плакаты. Женщина может все. Мужчина все остальное. Не знаю, это феминистки боролись или унижали мужчин. Я не знаю, что это было. В общем, мужчина чувствует себя так, как будто его обвиняют. Что ты должен взять на себя больше обязанностей. Я не справляюсь совсем одна. Я просто в отчаянии. Ты не тот настоящий мужчина, которого я ошиблась, выбрав тебя. Все. И как мужчина отвечает? И говорит, что ты слабачка. Начинает ее обвинять. Начинает как-то в стиле сам такой или сама такая отвечать. Ну и третий пример. Ну вот, то есть, мужчина говорит. Это не третий, да, второй еще. То есть, он говорит совсем не то, что хочет женщина услышать. Но и он не понимает, что она хочет сказать. Еще одна фраза, которая часто встречается в отношениях. Женщины говорят, ты больше меня не любишь. Да? Женщины чаще всего спрашивают, а ты меня любишь? Дорогой, ты меня любишь? Я не нашел картинку здесь. Но в соцсетях была такая картинка. Сидят бабушка и дедушка, седые, в очках уже. И бабушка спрашивает. Дорогой, почему ты не говоришь, что меня любишь? 50 лет назад в ЗАГСе я тебе уже это сказал. Если что-то изменится, я тебе сообщу. Вот. Ну, то есть, примерно так. Ну, это клинический случай. Ну, тут вот вопрос такой. Ты больше меня не любишь. Что слышат мужчины, что отвечают мужчины обычно, когда такое слышат? Что? Ну, типичный ответ. Люблю. Это не типичный ответ. Ничего подобного, иначе что я здесь делаю в этом доме? Я же здесь. Я же еще не ушел. Какие тебе нужны еще доказательства? Понимаете, да? То есть, разговор глухого со слепым. Совсем. Кстати, когда женщина, ну, женщины часто жалуются, что с мужем говоришь, как с глухим. А мужчина говорит в ответ, что значит глухой? Я могу слово в слово повторить, что ты сказала. Но это не то, что она хочет. Что ты просто услышал и запомнил слово, что она сказала. Ты не понял, что нужно. Вот. Когда женщины говорят, ты больше меня не любишь, что они подразумевают? Что мне сегодня кажется, что ты меня не любишь. Что я боюсь, что сама тебя оттолкнула каким-то образом. Я знаю, что ты меня любишь, очень много делаешь. Но сегодня чувствую себя неуверенно. Не мог бы ты подкрепить мою веру в твою любовь и сказать мне три волшебных слова? Ваш кредит погашен. А, нет, это из другой лекции. Три волшебных слова. Я люблю тебя. Когда ты произносишь их не так хорошо. То есть, вот, посыл такой. Посыл, что вот мне одиноко. Но я знаю, что ты меня любишь. Пожалуйста, поддержи меня. Что слышит мужчина, да, когда ты больше меня не любишь. Что это прямое обвинение. Ёлки-палки, я там на работе упахиваюсь. Я там подумал, все делаю, все помогаю. И с детьми, и со всем. И даже раз в три года в театр ходим. И что ей еще нужно? Я даже не забыл этот день рождения в этом году. Мамин, а мамин, нет, мамин, слушай, это высший пилотаж. Таких нету таких. Таких по пальцам одной руки можно пересчитать. Кто помнит мамин день рождения? Вот, потому что любовь к теще измеряется километрами. Ну, в общем, ну, это неправильно. Я не говорю, что это хорошо, надо это менять. Так вот, когда мужчина слышит это, он воспринимает это как обвинение. Он начинает, что он слышит, да? Он начинает, естественно, обороняться. Но что он слышит? Что я отдала тебе лучшие годы жизни, да? Ты мне ничего не дал, ты меня использовал, ты эгоист. Сам делаешь все, что хочешь для себя одного, на всех плевать. Я сделал страшную глупу, влюбившись в тебя. И вот теперь у меня не осталось ничего. Именно поэтому, вот, потому что нет перевода, нет понимания, нет какого-то волшебного такого, не знаю, блютуса, да? Чтобы мысли передавались в мозг, да, и чувства. Мужчина реагирует, соответственно, на такие вопросы, на такие претензии, как на претензии. И до тех пор, пока мы не начнем учить язык друг друга, знаете, есть такое «пять языков любви». Так вот, пять языков любви – это, как сказать, инструменты. Там, конечно, суть-то в другом, что ты должен говорить на языке другого человека. Ну, помимо этих языков, есть еще вот это основное различие между мозгом, да, между нашим прошлым, да, кто на что учился, как говорится. И это тоже надо учитывать при общении. Лев Николаевич Толстой сказал очень хорошую такую фразу, да, «люби, значит, жить жизнью того, кого любишь». И это очень сложно, очень сложно разбираться во внутреннем мире другого человека. Женщин хлебом не корми, дай поработать над отношениями. Это вот, это ваше, ну, большинство женщин – это любимое занятие. Угадайте, что больше всего не любят мужчин. Можно с одного раза. Работать над отношениями. Потому что мужчины поступают по принципу «не трожь, пока работают». Ну, вот, как бы, ну, и поэтому, когда пары приходят и говорят, мы разводимся, мы на грани уже развода, и женщина, у нее появляется шанс высказаться, да, выплакаться и все рассказать, то чаще всего мужчина такой, я думал, у нас все хорошо. То есть он реально думал, что у них все хорошо. Вот, ну, это есть, да, я не говорю, что это идеал, но вот чаще всего бывает так. Почему? Потому что мы, жить жизнью того, кого любишь, для нас не всегда является приоритетом. Мы даже знакомимся так, что она мне нравится, или он мне нравится. То есть мы смотрим, как этот человек будет радовать меня. И никто не знакомится с целью «девушка, я буду оплачивать все ваши счета и возить на Мальдивы». Все, мне ничего не надо от вас. Сложно представить такое, да, или обратную ситуацию. Тоже сложно представить, когда мы знакомимся или хотим сделать счастливым другого человека с самого начала. Мы хотим сделать счастливыми себя. И поэтому на все это накладывается наше различие, да, и в мозгу и так далее. Кстати, в следующий раз, ну, наверное, я планировал рассказать про гормоны. То есть про то, что вот это все, что говорят психологи, это больше следствия гормонов. Как ни странно, я так удивился. Люди там целые тома пишут и защищают и диссертации, и докторские. А дело просто в химии. Во многих, не говорю, что все, да, но во многих моментах наши поступки обусловлены гормонами. Но это в следующий раз. Главная мысль такая, что мы разные, нам сложно строить отношения. И не зная, как их строить, мы можем наломать дров. Мы можем, ну, что угодно сделать, наизобретать. Поэтому лучше всего брать проверенные методы. То, что я вам рассказываю, мы проверяли, мы составляли словарь, разговорник наш. И первое время приходилось к нему смотреть, да, потому что что-нибудь же нас скажет. Такой, так, словарь, ага, ты имела в виду это? Нет, на другой странице. Да, ты, а, угадал. Да нет, я вообще не это имела в виду. Но ей уже приятно, что я пытаюсь, по крайней мере, понять. Как говорится, ученые выяснили, чего хочет женщина, но она уже передумала. Поэтому, да. Любить, значит, жить в жизни того, кого любишь, означает интересоваться человеком, исследовать вот эту вселенную. Потому что люди часто рвут отношения или людям скучно в отношениях, потому что они остановились в исследовании другого человека. На самом деле, в каждом из нас бескрайнее поле для экспериментов, исследований и всего-всего. Как говорится, в каждом спит гений, и с каждым в нем все крепче. Поэтому, если его не будить, то если не пробуждать все лучшие способности творческие, то, конечно, станет скучно. Мы скажем, да, все женщины одинаковые, да, или все мужчины одинаковые. И все, такой пессимистичный вывод, и все. Это значит, что мы просто не смогли рассмотреть в своем спутнике жизни что-то такое удивительное, уникальное, и не смогли пойти дальше. То есть любого человека, любого человека невозможно познать до конца. В каждом из нас есть очень много интересного, удивительного. Надо не останавливаться в этом. Используя знания, да, можно вслепую, там, можно методом тыка это делать, но, когда люди в отношениях состоят в близких и духовных, и физических, то метод тыка не подойдет. Он очень болезненный, да, исследовать, ну, то есть ставить эксперименты на своем супруге, не советую, это плохо для обоих. Почему? Потому что эмоциональная связь, она в обе стороны действует. То есть мы можем доставить и радость друг другу, самую большую, и самую большую боль. Если мы не женаты или не замужем, любое оскорбление, там, на улице или где-то, в музыке, ну, сам такой, да, или сама такая. А если тебе муж или жена говорит что-то такое подобное, то весь мир рушится. Как? Как она могла такое сказать, да, или как он мог сказать такое, как он мог так сделать? Поэтому лучше пробовать, да, используя знания, которые будут даны дальше. То есть сейчас вы не знаете, как правильно ссориться, но если будете ходить дальше, узнаете. Такая реклама следующих серий. Должна же быть. А драться? Драться? Ну, это вот, там есть, каратисты есть, но с женой не надо драться. Как это? У меня, говорит, черный пояс. А, черный пояс по карате, это не только здоровье, но это верный муж, молчаливая свекровь и воспитанные дети, да. Вот это. То есть это в обе стороны работает тоже. Или, говорит, мы, я кандидат в мастера спорта по боксу, а жена по кикбоксингу. И мы не ссоримся, потому что нам страшно. Это тоже вариант, но я говорю не о страхе, да, о жизни в любви. Поэтому, нет, драться с женой не надо. Это, ну, потом съешь не те грибы или еще что-то. Да, ну тебе надо. Итак, вопросы и ответы. Ну, или можно просто... Почтение? Ну, можно выключить, что будет? Что, шумит? Не, не. Надоел? Жарко. Жарко? Ну, пересядьте, потому что я вижу, тут мерзнут. Нет, я не знаю. Хороший вопрос. На тебя садись. Не думаю, что тебе жарко. Я тут даже не знаю. Моги вопросы. Вы видите, что мужчины и женщины разные. Но ведь дело в том, что их просто по-разному воспитывают. Мозг мозгом, но воспитания никто не отменяет. У нас сейчас идет такое, что, ой, ты же девочка, ты должна быть инфантильной. И в коем случае там не нарабатываем себе мужские качества. Но, тем не менее, почему женщина не может быть волевой, решить или заниматься спортом и так далее. Просто... Ну, вот мужчины и женщины разные, потому что их по-разному воспитывают. От них разного ждут. Не приняю, что женщин там, ну, что, например, за детьми смотрят. Но это не значит, что она в слабой позиции, так скажем. Я не приняю. Просто. Я говорю, что вот почему-то из женщин делают какие-то такие бескребетные, узорные существа. Что мне только вот, у нас нет мозга, мы только умеем эмоционировать. Типа, мы закатываем истерики, истерики. Это, наверное, не знаю. Иногда смотришь по улице, идешь, типа, мальчику плакать нельзя, девочке можно. Если девочка, ей можно. А, ну ты же девочка. А что ты надела, что ли? Один. Ну, там вот. Ну, вот учат как-то некоторые быть чрезмерно инфантильными. Если вы нас воспитывали одинаково, но с особенностями, то есть, одинаковое воспитание. Тебе устремлялось, там, полный логика и так далее. Возможно, мне было бы таких эффективно речи. Ну, Аня, да? Катя, извини. Я не говорил, что женщины слабее. Ну, вот этого не было, не прозвучало. Я, наоборот, сказал, что более совершенный мозг. У вас не одни эмоции. У вас логика с эмоциями, они одинаково работают. И если, вот как ты говоришь, равные условия поставить, то женщины тоже будут и учеными, и всего добиваться, что мужчины, и целеустремленные, и так далее. У меня не было такой даже этой. Но эмоционально, вот, мы будем разными всегда. Я имею в виду по... Как бы ты не воспитывал целеустремленно, одинаково, мужчину и женщину, Мужчина не будет понимать намеков, а женщина будет. Мужчина не будет видеть тонкости, и мужчина не станет видеть вот все оттенки розового. Да, вот для нас 16 оттенков розового, это какой цвет? Розовый. Как бы ты его не воспитывал? Красный. Светло-красный. Да, красный и все. То есть, я говорю не о том, что кто-то слабее, кто-то лучше, кто-то сильнее. Оба пола равноценны, равноценны. То есть, мы друг без друга, мы не можем существовать гармонично, счастливо. Ну, хотя попытки были уже, это все продолжалось, продолжается до сих пор. Не значит, что если воспитание будет одинаковым, то у нас не будет различий. Различия останутся. В эмоциях, в сердце, у женщины, женщины больше способны к любви, это факт. Ну, это вот, ну, я имею в виду, что более широко, ну, их хватает на все. Вот я ехал с учительницей своей по английскому 6 часов в автобусе. И это были самые страшные 6 часов в моей жизни, я больше этого ничего не боюсь. Потому что она начала мне рассказывать про своих родственников. И я уже через час у меня уже отказал мозг. И она мне, она помнит это, она говорит, вот внучатый племянник той первой бабушки от второго брака, а не родного мужа. А он женился, ты же понимаешь. Я чисто из самосохранения такой, чтобы она заново не объясняла мне все эти связи. То есть, это хорошо, у вас хватает любви, внимания на всех, чтобы всех объять. Мужчина, очень редкий мужчина сможет это сделать. Это здорово. У мужчин другие какие-то качества. То есть, не значит, что кто-то хуже, кто-то лучше. И я тоже делал такой пару раз дисклеймер, да, что большинство, я говорю о большинстве. Кто-то, ну, есть там, есть женщины, которые управляют бизнес-корпорациями, да, кто-то домохозяйки. Есть мужчины, наоборот, кто-то хороший домохозяин, кто-то там управляет корпорациями. Я не говорю, что это прям вот сто процентов уже заложено. Но в сфере эмоций, в сфере сердца, в сфере любви разница будет всегда. Пока, я как вижу. Ну, вот в твоей комнате, правильно, что там у меня не горела одна, это тоже неправильно. Почему для меня подойти и сказать, я устала, потому что это, потому что это. Почему нужно придумывать, ну, правда. Почему нужно придумывать, да. Она все равно говорит одно право. Значит, ты не женщина, она просто это странно. Ты походишь и говоришь, ты меня не любишь. Я не раз так с вами уже не говорила. Ну, потому что, в смысле, ты меня не любишь. Ну, типа, я понимаю, что ты для меня все делаешь. Типа, я пройду, скажу, ну, поднимайся, пожалуйста. Вот мне это, в общем, ну, пожалуйста. Нет, ну, зачем нужно вот так вот любить, что-то сказать вот это, а потом еще это вот шифровать. Типа, зачем нам создать задачу? Нет, значит, мужу повезло. Ему вообще классно и вообще хорошо. Передай ему нашу зависть и уважение, да. Другой вопрос. Можно предотвратить ссоры, если сразу искать человека с определенными качествами и договариваться заранее. То есть прежде чем вступить в брак, ты прежде чем искать партнера, ты знаешь, что он должен быть такой, 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 такой. Ну, понятно, что это идеализировать, это не надо, но тем не менее, если ты видишь, что там, что изначально там девушка, они любят убираться, они любят детей, а зачем дальше с ними общаться? То есть нужно, чтобы был запрос на какого-то человека, если ты так и будешь искать вот так вот, неопределенно кого, а вот договариваться, это тоже важно. И прежде чем идти в брак, что нужно, ты знаешь, ну, вот так вот идем в хозяйство, вот так вот расходуем деньги, вот так вот делаем это, потому что люди не договариваются, идут в ЗАГС, там, брак, а потом, оп, семейная жизнь, и типа, а что, а я вот так привык, а я вот так привык, вот, и вот надо просто договариваться за границами. Вам, это решит многие проблемы. Нет, нет, подожди, подожди, нет, все правильно, опять все правильно, но ты говоришь о высокой степени осознанности двух людей, да, это в идеале так, человек сначала формирует себя как личность, он состоялся в обществе, потом они создают семью, они уже осознанно все это решают, я согласен, но большинство браков заключается не так, к сожалению. Ну, вот, да, я свистнул, чтобы остановить такси, но остановилась она, да, или там, я тоже читал истории знакомства, что меня мой будущий муж подвез на такси, высадил, а потом, сдавая назад, чуть не задавил. Вот так и познакомились. То есть, ну, понимаешь, ты говоришь, это идеальный вариант, когда люди осознанно обо всем договариваются, но даже в этом идеальном варианте возможны такие нюансы, которые все это нивелируют. Ну, допустим, вот у моей жены в семье всегда поварешку оставляли в борще. Это, ну, чтобы, как бы, не мыть, не знаю зачем, чтобы не мыть, или чтобы можно было сразу налить, да. В моей семье всегда гоняли всех за то, что они оставляют поварешку в борще. И тут, понимаешь, тут не договоришься обо всех мелочах. Да, компромисс. Но ты же не сможешь все моменты, у которых вам нужен компромисс, описать заранее. Ну да, но тем более не нужно, чтобы это совсем мелочи, можно уже не придираться. Иногда, иногда совсем мелочи играют. Иногда, если раньше ты их не замечал, потому что они могут выразить. Да, меня, вот, я просто, я удивлялся, я знал, ну, несколько семей. Вот как раз я в 90-е учился в Омске и знал, ну, две семьи бандитов. Вот. И я удивлялся, то есть вокруг разруха, там, ну, перестройка, разруха, там, по талонам, там, всех все плохо. У них дома, ну, вообще полная чаша, ломится от всего, то есть они всем обеспечены, там, летают на курорты и так далее. И они умудрялись ругаться. Из-за чего они умудрялись ругаться? Из-за того, что ты сделала пирожки не с ветчиной, а с сыром. И это было, это было страшнее бандитских разборок, как ругательство, понимаешь? То есть, я удивлялся. Блин, люди умирали от голода на улице, и у них все плохо. У вас все есть, почему вы ругаетесь? То есть, тут тоже, ну, вот, ты правильно говоришь, что мелочь может быть раздута до вселенских масштабов. Но вот такой подход правильный, когда вы перед тем, ну, условно брачный контракт, да, составляете, ну, такой, не то, что там попилим кухни пополам, да, а как мы будем, как мы будем решать конфликты. Это очень зрелый подход, но им не пользуется 67% населения. Ровно 67%. Почему? Потому что браки распадаются в 67 случаях из 100 сейчас. Если бы, как ты говоришь, делали, то гораздо меньше было бы. Может быть, вообще не было бы. Но это очень, так сказать, это должна быть очень хорошая подготовка, да. В школе этому не учат, точно. Да, в школе учат читать, писать, считать. Не учат, кто такие мужчины, кто такие женщины. Не учат, как выбирать их. Как мужчина выбирает телефон? Как ему звонить, он пишет нормально. Да, звонит, пишет, ну, нет, 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 нет. Звонит, пишет. Машину, тогда машину, как он выбирает. То есть, по всем форумам надо почитать отзывы, лучше негативные. Спроси всех друзей, а мы, тест-драйв и так далее. Как выбирают мужа или жену? Ну, тут, ну, жену. Тут по первому. Малинфики, это да. Да, да. Если она появилась возможность высказать вон, ну, мужчина, то что он это воспринял. Ух ты, вы можете меня терпеть сужение. Да. Да, ну, часто это, первое мнение часто ошибочно бывает. Нет, все ссоры и зеленые шины. Когда начинаешь анализировать, все ссоры и зеленые шины. Мелочи, она почти по крупному, чем-то нет. Мелочь всегда имеет под собой, что такое растает уже. Мелочь складывается. То есть, когда общий фон какой-то негативный, и тебя, может, в него точка упала в ссор. Мелочь, это всегда следствие чего-то пошло за спину. Да, да. Катя права, эмоционально-интеллектуальный брак, это брак, в котором позитивного больше, чем негативного. Негатив, когда приходит даже, позитивного основания гораздо больше, и оно легко решается. Если его меньше, то да, любая мелочь может его разрушить. Третий вопрос. Нужно убрать все ожидания от партнера, потому что они все равно управляются. Основная причина разочарования, в том числе и в браке, что вот, я надеялась, что ты будешь толку всю жизнь, я вот видел от себя какой-то, а ты, оказывается, не такая. Ну, и личные ученики тоже самое. По-моему, это вот основное. Потому что ты ждешь их на лох, а партнер оказывается другой, ты его идеализируешь, и вот это все рушится. И поэтому вот, типа, ты не такой вот раньше, а вот ты меня больше не видишь, потому что я вижу, что ты меняешься. Да, да, да. Вот как-то так. Вот ожидания тоже надо убирать. Нет, конечно, ну просто это как-то странно. Ты лишь человек и думаешь, ну, наверное, он классный. Если он так одевает, значит, он классный. Да. Вот. И ты ожидаешь, что он будет классным. А в итоге потом исходите, запрепираетесь, и оказывается, что все не так. Одежда в кредит. Дед, два, дед в кредит. Дед, дед, завел в кредит, да. Эт женщины, говорит, гораздо умнее мужчин, потому что ни одна женщина не вышла замуж, потому что у его избранника красивые ноги. У ее избранника красивые ноги, да. Да. Но я согласен, но опять это очень высокий уровень должен быть осознанности, когда мы заключаем отношения без ожиданий. Обычно мы все равно чего-то ждем, потому что радость лично – это тоже хорошо. То есть радость другого и радость своя, она должна быть в равновесии. Это вот просто без ожиданий, ну, не знаю, может быть. Ну, это только на первых этапах ты ожидаешь, потом, когда ты уже много времени вместе, уже все спадает, и все. Ничего хорошего из тебя уже не выйдет, да. А уже нужно поработать и у вас. Должно пойти на месяц. Я бы даже, наверное, сказала, что ожидания, ожидаешь всегда, мне кажется, в этом мире, в светском сети, чем-то ожидают. Я бы сказала, даже больше думают, что они изменят человека. Человека можно изменить. Человека нельзя изменить, можно изменить себя. Нет, человек тоже можно изменить себя. Когда человек меняется сам. Если у человека желания меняться, должен быть. Ну, да, я согласна. Так он и должен меняться сам захотеть. То есть я могу менять себя. Если я изменю себя, свое отношение, там, свои ожидания, как бы, умерю, да, уберу. И увижу, что он не окажет моих ожиданий, да. Но я вижу в нем те качества. Я найду прямо лучшее качество, которое переходит в все. И вот тогда мне все равно, где он носки сложит, понимаешь? Там, где поставит. Поставит в угол, да. Если ты плохо снял, то он поставит. Поставит в угол на изрубленную галстуком простынь, да. Вот, когда ты начинаешь понимать, что это щиток мелочи. Вот ты начинаешь отсортировывать мелочи, главное. И тогда ты видишь, что твой избранник, он лучший. И только не надо сравнивать его с тем. Ну, а как вы поняли, что он улучший? Лучший, это всегда сравнение. Ну, вы же не просто так знаете, что он улучшенный. Нет, это не сравнение. Я вот допустим, мне, я не задаю вопрос, любит меня мой лучший или нет. Потому что я знаю, что он улучшает, да. Как он проявляет свою любовь, это уже дело, да, десятое. Там, или еще как он это чувствует. Но, по крайней мере, он, меня раздражало, когда он мне все время говорит. Я люблю тебя, я на себя убежал, что ли. Понимаешь, вот раз я... Я думаю, ты что-то пытаюсь тебя убедить, что ты меня убедишь. Ну, почему, вот я никогда не задаю этого вопроса. Потому что у меня ответ один, он любит меня. Я знаю, как он проявляет свою любовь. Вот, когда говорят, устал-то, ну, или что там сказали, да. Он, я устал, а, ну, я устала. Да, допустим, иногда у меня эта фраза, я очень устала. Он мне сразу же говорит, что я должна прилечь. Он наливает мне воду и делает массаж, ну, или еще чуть-чуть. Это не важно, я ни о чем не прошу. У меня даже слишком чрезмерно, да, для меня. Я, видимо, все время привыкла делать все сама. Я все успеваю, у меня много энергии, да. Я как бы забегала его и поняла, что я же мужской от него тогда знаю. Допустим, делать что-то. Это приходит в мужской. А это значит делать все со мной и даже мужскую работу, да, допустим. Которую может сделать он. Женщина должна будет все делать со мной. Но это не значит, что она не должна уступать в мужчину. Я умею все делать, но зачем я буду клеить обои? Ну, так, весело. Вы понимаете, что вы понимаете? Весело. Да, весело. Нет, мы уже клеили и поняли отношения. Я поняли, что мы разные в культурах. Прежде чем жениться, да, поклейте обои. Мы поклеили обои, я закрыла окна, как у нас имя, чтобы они не отвалились. Пока я вышла со своим учеником провожать его, помогал мой бывший ученик это делать, да, вот. Он все окна открыл, и ты полосы отпала вокруг. В общем, у них другие обои что-нибудь. Я подумала, ну ладно, я на следующий день не брала с собой. Ну, для того, чтобы потом не переделать. Ну, все. И поэтому он занимался другими какими-то делами. Понятно. А мы попрекли. Ну, хорошо, еще. Правда, что никто от этого мужчины не ушел, а я этого не понимала. Мужчина найдет всегда, где проявится. Почему-то некоторые думают, что вот я мужчина, только дома. Вот я дома буду командовать, дома у меня семей, и так далее. Так ты переделывал внешне, там команды, там двухмир. Приходи домой, дома моя стихия, дома я главная. Дома проще, как ты? Дома проще, потому что от тебя любишь зависеть в какой-то степени. А ты попробуй командовать теми, кто от тебя не зависит. Ну, иди-то только командовать, только я у нас в мире большой. И поэтому нужно свои командовые способности, умеем, умеем. Потому что он свои качества проявляет ничего как мужским. И это условие для него. Хорошо. У нас будет на эту тему отдельная встреча именно про командование во внешнем мире и о проблеме конкретно России и бывшего СНГ. То есть там есть более свежая история, чем пимениды, почему мужчины чаще всего не берут ответственность и чаще всего им проще командовать дома, чем где-то. На это тоже есть причины. Зная причины, можно их устранить. Хорошо. Еще у кого-то есть вопросы? Да. Еще вопрос. Да. Как начинается, я очень молодой, в общем, такой вопрос, что вы написали, что женщина, она очень спокойная, и когда она не вспоминает, то у нее другое состояние, да? Нет. Не совсем, ну ладно. А у мужчины состояние такой реакции, резкости, обороны, и вопрос в том, что это потом бездомолие, что-то зрение получается, или как женщине и мужчине потом, чтобы не ранить сердце друг друга и больше понимать? Ну, немножко не точно, ну, может, я не так объяснил. Оба впадают в состояние стресса, оба. У обоих сердцебиение и адреналин. Просто женщина быстрее успокаивается. По-прежнему, если ее может быстрее успокоиться и искать выхода. Но в момент, ну, когда, особенно, там была фотка, когда друг на друга, двое друг на друга орут, у них, у обоих, вот так вот все. Вот. А по поводу гармонии и дальнейших вещей, то есть если супруги вот этот позитивный баланс создают отношения, ну, иногда это называют банк эмоций и так далее, то негатив, который приходит извне, там, друг от друга, он очень быстро нивелируется. Вот. Там и другие инструменты применяются. То есть до крика не доходит. Вот. Когда супруги начинают ценить и любить друг друга и ежедневно делают простые вещи, то есть ничего запредельного. ежедневно, ну, как чистить зубы, да, то это создает такой, ну, скажем, такой какой-то шарик воздушный, от которого все отскакивает, все плохое. И до криков не доходит. То есть это не идеально. Вот. То, что кричат друг на друга, это значит уже заранее, раньше была сделана ошибка. То есть это уже состояние конфликта, но есть огромная такая предконфликтная фаза. То есть это все накапливается, накапливается, потом уже крик. В гармоничной семье такого нет. Или даже если начинается, то один какой-то найдет, как успокоить, да, там, обнять, там, поцеловать или что-то сделать, и другой успокаивается, да, выслушать и так далее. Не, выслушать, это высший пилотаж. Не требуйте от нас этого. Нет, я от мужчин. От тебя. Хорошо. Вот. Ну, понятно, да? То есть это, ну, это требует работы. Это вот любые отношения, они требуют работы, постоянной, ничего не происходит на раз. Если у вас хорошие родители, хорошее воспитание, хорошие там предки были, вы в хорошем обществе выросли, то вам будет проще. И быстрее вы придете к гармоничным отношениям. Но для всех, для всех есть надежда, да, для всех есть способы, как все восстановить, это все есть. Конечно, когда, вот у нас проблема в России, что мы привыкли, да я сам справлюсь или сама справлюсь, и психологи, семейные или психотерапевты, это какие-то странные люди, особенно коучи, да, они просто заставят тебя поговорить с самим собой и еще возьмут за это деньги, да. То есть, к сожалению, пары, когда приходят к психологу, когда, ну, давай хоть это попробуем, ну, как хоть за любую соломинку хватается, как утопающие, то во многих случаях уже поздно. То есть приходят люди, у них все разрушено, либо один не замечал все, у другого все плохо, либо оба уже за стенами, и они не хотят, они уже не отвечают на друга, они уже, все умерло, и они приходят такие, ну, можно что-то сделать, похоронить только, ну, извините, ну, прошу тебя за цинизм. Ну, вот не надо, как бы у нас есть такое, что вот я сам справлюсь, да что там, все так жили, и мы проживем, да. Нет, это неправильно. Мы, я говорил, на 40% мы определены генетически, психологически, 60% в наших руках, извините, прожить более счастливую жизнь, чем у родителей, чем у большинства окружающих, и так далее. Но это нужно делать, этим нужно работать. Ну, на самом деле, языков столько же, сколько пар, на самом деле. То есть они могут найти свой уникальный, вот «Языки любви», очень-очень хорошая книга в плане начала. То есть некоторые пары проходят этот тест, у нас есть тест, если захотите, потом пройдем, если вы не знаете, вдруг язык любви свой, или партнера, можно пройти, ну, и там определенные действия делаются. Но там главный посыл, что вы начинаете только говорить, а потом находите свое наречие. То есть это может быть вообще непонятно никому язык, да, там, но это понятно вам двоим, это приносит вам радость, гармонию, счастье, пожалуйста. Это только добрый путь. Поэтому, да, шестой, седьмой, и там дальше будут открываться. Все время какие-то нюансы появляются. И главное, вот во всех семинарах и курсах, что это концентрат. Это некий концентрат. Концентрат надо разбавлять водой. Вот водой в этом случае является действие, практика. поэтому если, а у нас есть такое, что, ну, я послушал, ну, вроде я согласен или не согласен, почувствовался умным, и все. Как бы на этом конец. Нет, надо действовать, поэтому задание. Значит, задание состоит из двух частей. Тут у меня что-то с анимацией не сработало. Значит, первая часть. Попробуйте расшифровать следующие фразы и постарайтесь супругу объяснить, что вы или вот та женщина или мужчина хотели сказать. Вот. Фразы будут на следующем, на следующем слайде. Если вы в процессе объяснений не сорвались, да, не стали говорить, да ты что, дупой что ли? Что, не понимаешь что ли? Вот. Что ты мне намекаешь? Вот говори прямо. Если вы не дошли до такого, если вы не поссорились, то есть, для суперпар следующее задание. Определите ваши часто повторяющиеся фразы, которые приводят к ссорам и постарайтесь их расшифровать друг другу. Но это как бы травмоопасное задание. Если вы начали его делать и чувствуете, что вас переполняет любовь к саблезубым тиграм, лучше остановиться и не делать этого. Вот этого будет достаточно. То есть, первое задание как бы, оно проще, потому что вы не касаетесь своих отношений. Вы пытаетесь мужу или жене объяснить, что почему муж ответил так или почему жена сказала так. Вы постарайтесь объяснить. Тут нет готовых или правильных ответов. Вы просто на диалог посмотрите и свое предположение выскажете, что вот женщина хотела сказать вот это. А муж скажет, а муж услышал вот это, поэтому сказал так. То есть, вы потренируетесь на других людях гипотетических. Если у вас получится все и вы почувствуете, что вы сможете идти дальше, можете объяснить хотя бы одну фразу вашу или которая приводит к ссорам или каким-то стычкам объяснить и попытаться расшифровать. То есть, вот такие фразы. То есть, когда женщина говорит, мне хочется забыть обо всем. Мужчина отвечает, если тебе не нравится твоя работа, уйди оттуда. В доме вечно такой беспорядок, жена говорит. Муж говорит, ну не всегда же. Гости приходят, мы же стараемся. Никто меня больше не слушает. Я сейчас слушаю тебя. Ничего не получается как надо. Ты хочешь сказать, что это моя вина? Вот эти фразы. То есть, первая говорит женщина, вторая мужчина. И вы можете постараться расшифровать это для своего супруга или супруги. Почему он так сказал? Можете высказать предположение? То есть, тут я говорил, что варианты ответов это версия. Это версия психологическая, основанная на изучении логики и некоторых опытах. Не значит, что эти опыты охватывают все. Я не говорю, что это прям абсолютно. Но в большинстве случаев это так. Поэтому вы можете свой словарь составить. в идеале, конечно, свой словарь для каждой пары. Я не знаю, что сочетаются. Как-то странно. Не хочешь забыть обо всем, а будешь сразу работать. Ну, он выстроил... Нет, можете задать свои вопросы. Можете не отвечать на те, которые вам кажутся странными или непонятными. То есть, тут полная свобода творчества. Вот. Ну, хорошо. Благодарю вас за внимание. Счастья вам. До встречи на следующей... Следующая на что? Неделя 3... А, 2 октября. До 2 октября следующая... В следующий раз встретимся. В то же время здесь. Каждую неделю будет каждую? Ну, да, я пока... Вот эту каждую... Эту неделю будет каждую неделю. Потом я на 9-10 я уеду. У меня у мамы 70 лет. я уеду домой. Поэтому ничего не будет. Вот. А потом... я планировал каждую неделю. Потому что материала много. И такое, сказать, темп поддерживать надо. Потому что, ну, вот, разойдемся мы с вами на 3 недели. Вы через 3 дня уже забудьте, что так было. Ну, так вот. По опыту. А так вот через 3 дня забудьте, потом через 7 придется, о, да, что-то вот, что-то такое смутное такое было. Ну, давай дальше. Ну, было что-то, даже историю вашей проучительности тоже. Да, я... там мужчина не удерживает 6 часов разговаривать. Я тоже не удерживаю часов разговаривать. Это же капец. Это самое запоминающееся мое было, да. Ей, там был такой вариант, что ей и мне некуда было деться. Этот автобус шел из одного города в другой. И там не сбежишь. Следующий через сутки. Я бы сбежал, но как бы ночевать было негде там по дороге. Ну, хорошо, теперь чай, кто хочет. У нас есть 4 печеньки. Хотя я предупреждал, что приносите. У меня еще было. О, все, сейчас пойдет. Пир горой. На обучении очень интересного. Я думала о том, что нам нужно открыть изначально в центре и что это отличается.